Машина судного дня Машина судного дня Машина судного дня Был некий дублирующий элемент, чтобы при подавлении основных командных пунктов можно было довести команду до сохранившихся баллистических ракет. И даже до ракет, которые стартовали, но потеряли цели своего удара. Вот для этого создавалась система «Периметр». Система «Периметр» — это огромный и сложный механизм. По всей стране, от Калининграда до Владивостока, разбросано тысячи специальных датчиков и сенсоров. Они измеряют температуру воздуха и почвы, силу подземных колебаний, звуковой фон, атмосферное давление, уровень радиации, целостность линий связи и еще несколько десятков параметров. Система ежеминутная, их считывает и анализирует. Если параметры не в норме, компьютер делает вывод, что подконтрольная ему территория атакована, и тогда его уже ничего не остановит. Уничтожены все крупнейшие города, уничтожены ракетные шахты, командные пункты, линии связи. Кажется, уже можно праздновать победу. Ну вот, проходит там 2-3 часа, неожиданно где-то там в Сибири, в болотах средней полосы России, в Оренгурских степях раскрываются незарегистрированные американскими спутниками шахты. Из них вылетает 200 ракет, которые превращают и Америку, и всех наших других противников в ничто. 200 ракет это при самом худшем варианте, говорят эксперты, когда вся стратегическая мощь государства разбита первым ядерным ударом противника. Вообще же система периметра контролирует все ядерные боеголовки, а их тысячи. На атомных подводных лодках, стратегических бомбардировщиках, на спецпоездах и мобильных передвижных комплексах. Все они подключены к периметру, и всем им периметр может разом отдать команду на пуск, даже когда разбиты все линии связи. Для этого выпускается всего одна командная ракета, которая, пролетая над планетой, отдает пусковым установкам сигнал, что им пора действовать. В случае настоящего ядерного кризиса, ракеты, запущенные радиокомандой, стартуют со своих баз в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Залп из всех точек будет осуществлен без участия местных войск. К запуску также не будут причастны военные командиры. Даже мобильные ракеты на грузовиках будут выпущены автоматически после радиосигнала. Питер Смит, люди судного дня. Впрочем, советское руководство погибать не собиралось. Как считают многие военные специалисты, для него на случай конца света было приготовлено очень надежное убежище. Тоже, кстати, в рамках программы «Периметр». Это высокозащищенная система ГРОД. Огромный подземный город в горах Южного Урала. Город, в котором несколько тысяч человек могут пережить любую ядерную зиму. Александр Коваль – один из тех, кто в конце 70-х начинал строить этот секретный объект. Но что за сооружение он возводит, ему не говорили. Вместе со служивцами он мог только догадываться. Засекреченный командный пункт из расчета на 30 лет на 3000 человек. Ну, это вплоть до того, что как бы в горе самой, она огромная гора, это будет как бы имитация Кремля. То ли бы это сказано в переносном смысле для правительства, то ли в прямом, что там будет имитация. Это уже прошло столько лет, я бы сам посмотрел, что оно там. Тогда, в 79-м, Александр Коваль и его сослуживцы дали подписку, что в течение 25 лет не будут распространяться о том, что видели в горах Южного Урала. 25 лет прошло, но никто так и не может сказать, что это за секретный объект. При этом большой активности на нем нет, а вот военные патрули напротив есть. Хотя кое-кому иногда на гору удается забраться. Когда мы были там в прошлом году, выглядело достаточно все безжизненно, то, что близко к горе расположено. Слышно было только лай собак и все, никакого движения, ни людей не было видно, ни автомобилей. А до этого, лет 5 назад, видно было автомобили, ездящие по дороге к горе. Ну и вообще видно было, что жизнь там есть. А сейчас выглядит безжизненно. После экскурсии в окрестности подземного города, Александр и его друзья лиц стараются не показывать. Говорят, объект, на который они вышли случайно, охраняется военными, хотя и не слишком явно. Впрочем, отсутствие усиленной охраны многие объясняют тем, что бункер давно достроен, а его заброшенность – это своего рода маскировка. И в это можно поверить. Архитекторы этого города, по мнению экспертов, люди очень находчивы. Одними из слабых звеньев от любой системы, даже высокозащищенной, являются антенны, вынесенные на поверхность. А там нашли такое решение, что поскольку в горах были залежи железных и других руд, так вот их использовали как такую мощную достаточно антенну. Ее не выведешь, все равно структура, вот эта руд, она сохранялась. Вот такое было решение. Огромный город в горе, защищенный несколькими пластами природного гранита, может легко перенести несколько прямых ядерных попаданий. А подземных источников питьевой воды хватит хоть на 300 лет. Впрочем, это опять же предположение военных экспертов, которые на камеру говорить о таких вещах не любят. Сейчас трудно понять, что на самом деле представляет собой подземный город на Южном Урале, и осталась ли боеспособной системы периметр. Да, впрочем, и хорошо бы, чтобы никому и никогда не довелось этого узнать.